Слуцкий прокомментировал принятую ПАСЕ резолюцию по России 15-17-31 января 2020 года РИА Новости, Илья Питалев, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по Международным Делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, Илья Питалев, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по Международным Делам Леонид Слуцкий. Архивное фото. Страсбург, 31 Янфрия Новости. Член делегации РФ в ПАСИ, глава Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя принятие Ассамблеи резолюции с поправкой о признании РФ стороной Минских соглашений, заявил, что таким образом прошла очередная попытка Украины ввести ПАСИ в заблуждение. В четверг на заседании Ассамблеи члены ПАСИ поддержали резолюцию о выполнении странами членами Совета Европы своих уставных обязательств. В частности, одна из поправок, которую поддержали парламентарии, признает Россию стороной Минских соглашений. Как отмечал во время обсуждения документа член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак, данное утверждение полностью противоречит позиции Совбеза ООН. Вчера, 12.37, Косачев оценил принятую резолюцию ПАСИ с претензиями к России. Резолюция британца Роджера Гейла о выполнении рядом стран обязательств перед Советом Европы была дополнена поправкой украинской делегации, признающей Россию стороной Минских соглашений. Таким образом, прошла очередная безграмотная попытка Украины ввести Ассамблею в заблуждение. Считаю это отголосками почти пятилетнего отсутствия российской делегации на Страсбургской площадке и нескоординированной работы Мониторинговой комитета, заявил слуцкий журналистам. Депутат в очередной раз напомнил, что Россия не является стороной Минска-2, поскольку соглашения заключены между Киевом, Донецком и Луганском, что было одобрено соответствующей резолюцией СБО ООН тогда же в 2015 году. Тем не менее украинская сторона последовательно саботирует выполнение Минских соглашений, навязывая мировой общественности и иллюзию ответственности за это России. Положение резолюции и подобная трактовка в целом неприемлемы и невыполнимы. Российской делегации остается только сожалеть, что в пассивной возобладала политическая конъюнктурой двойные стандарты, добавил он, вчера, 08.37 сказано в эфире политолог о резолюции ПАСИ с претензиями в адрес России. Эта игра ПАСИ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине. Эти действия в эфире радио «Спутник», прокомментировал политолог Юрий Светов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова